Здравствуйте! Мы хотели бы представить вашему вниманию проект под названием Масленица. Прощай, зима, приют, весна. Дети Логан. Убивать свой ротик. Линзики в животе. Дети – наше будущее. Русские традиции забываются. Мы хотим, чтобы дети знали историю своего народа и его традиции. Поэтому-то мы приготовили этот проект. Сначала мы хотим вам рассказать немного про историю руссконародного правительства. Масленица – это озорное и веселое прощание зимой и встреча весны. Люди из какого векона воспринимали весну как начало новой жизни и почитали солнце, дающее жизнь и силу всего нового. В честь солнца сначала какие-то пресные издёжки, которые научились готовить заколосное тесто, стали печь длинные. Древние считали длинн символом солнца, поскольку он, как и солнце, желтый, круглый и горячий, и верили, что вместе с длинном они собирают частичку его тепла и могущества. С введением клюстряств изменился обряд празднований. Масленица получилась в названии от церковного календаря, потому что в этот период, в последние недели перед Великим постом, разрешается вкушение сливочного масла, молочных продуктов и рыбы. Поэтому эта неделя в прославной церкви именуется сырной. Немасленицы меняются в зависимости от того, когда начинается Великий пост. В народе каждый день масленица имеет свое название. В понедельник встреча, вторник зареги, посереда лакомки, в четверг широкий разгул, в пятницу течень уничтожки, в субботу заложки на посиделке. Последний же день масленица прошел на воскресенье. Именно воскресенье будет проводиться наше мероприятие. В 2011 году масленица упорядка 28 февраля. Вместо проведения праздника мы попрорядка имени Бамутов, что находится в Басманном районе. В раздачном материале вы можете посмотреть схему парка, а также схему площадки, на которой мы будем проводить наше мероприятие. Небольшая сцена с экраном и колонками. Перед сценой большая площадка, где будут проходить масштабные конкурсы и танцевать люди. По бокам от площадки будут находиться палатки или прилавки из деревянных бревен, где будут продавать блины, конфеты, пряники, напитки и сувениры. В стороне будет детская игровая площадка с качелями, горками, а также повозка, запряженная лошадьми и отдельно пони. В середине площадки стоит баба-чучело. Хотим обратить ваше внимание на то, что все участники нашего мероприятия будут одеты в руссконародные костюмы. Это касается продавцов. Мы хотим перенести детей в атмосферу того времени, когда зародился этот праздник. Поэтому торговая зона будет представлена в виде ярмарки, а продавцы будут вызывать людей в руссконародные кричалки. Итак, участники нашего праздника – ведущая скомароха мужчина и девушка в руссконародном платье. На площадке будут развлекать детей двое скомарох. Катали на лошадях будут проводить двое мужчин в руссконародных костюмах. А также у нас будет фотограф, который будет сфотографировать человека Бринчика с детьми. Покажем на примере. Представьте, что на Насте плоский костюм Бринчика. К нему подходит ребенок и... Я хочу с тобой сфотографироваться. Выбираешь шляпку, начинку. Я буду джемом брубничным. Подбивай на себя. И мы можем сфотографировать или как начинку, или рядом с блинчиком. Итак, ребенок у нас в виде начинки. На страдке начинается в 14.00 и в 2 часа. Полный план управления вы можете посмотреть на отдаточном материале или сейчас в презентации. А я расскажу вам про основные развлечения. Мультик. Сейчас мы покажем вам часть мультика, сделанного своими руками, благодаря которому дети узнают, потом вы проводите праздник на Руси. Но это только часть мультика вы хотели добавить. И он сделал с ценой камеры. Правда? Я только сейчас хотела спросить. Да, сделали с ценой камеры. Это потрясающе. А можно мне на Новый год вот этот мультик скинуть куда-нибудь? Да, можно. Ну, типа подарок. Все не нужно заставлять там? Нет. Институты. Зайки. И ежики. Дальше у нас будут смотрятся «Испеки плены», «Притягивание каната», сценка, которая организовывается участниками районной школы номера 354 в линии Карбышева. По их собственному желанию. Бед в мешках, салочки, загадки, народные танцы, на которых мы будем обучать детей руссконародным танцам, сжигание чучела бабы, где мы будем расспрашивать детей, какие они знают способы добывания огня, а потом расскажем ему про метод лупы и солнца. Выходит человек в костюме лупы и наклоняется к чучелам. В это время чучело поджигается сзади. Все встают в большой каравод, а ведущие прощаются с публикой. В качестве призов победителям конкурса, конкурсов раздаются конфеты «Петушок на палочке», зеленые свистки в виде животных, а также всем участникам раздаются шоколадные медальки. Хотелось бы немного утворить нашим спонсором. Главный спонсором является администрацией Басманного района. Она обеспечивает безопасность площадкой и техникой. А также компания «Теремок» «Русские Белые», они представлены в торговых палатках на площади, и компания «Чай Май». Бюджет нашего мероприятия составляет примерно 66 350 рублей. Теперь хотелось бы рассказать немного про информирование. В своем раздавшем материале вы можете найти дизайн плакатов и листовок. Плакаты расклеиваются по району, а листовки раздаются в школах с 1 по 5 класса родителям и ученикам. И в заключение мы хотим отметить уникальность нашего проекта. Она заключается в том, что мы не только развлекаем детей, но и обучаем. Обучаем мы в игре, и детям интересно натреникать и весело поздавать новое. Спасибо за внимание, мы с удовольствием ответим на ваш вопрос. А если вопросов нету, то... Вот румяные блины, во все стороны, рабы! К ним сметана или джем? Разбирайте, хватит всем! Есть чай, есть пищенка. Сейчас будем или потом, после пары? Как хотите. Мы можем сейчас ходить за чайником. Ходите. Только кто-то идет за чайником, остальные отвечают на вопросы. Да, давайте. Хотя мы рискуем остаться без блинов, потому что... Либо вопросы, либо блины, потому что как-то так было. Еще раз назовите, что за площадка. Я что-то отвлекла. Площадка... Это сад имени Бауна, находится на... В Османной улице, метро Баунарская. Почему именно эта площадка? Потому что это мой родной район, и я знаю этот парк просто наизусть. И всегда, когда я там не бывала, всегда там есть детки. Он очень чистый парк, и там никогда нет лишних людей. Ну, без определенного места жительства. Там конкурируют, милиция. И действительно, парк прям предназначен для детей. А также в этом парке есть площадка, которая включает в себя сцена. Но так как она очень высокая, над ней можно только показывать сцену. Мы сделаем позиум, на котором будет проходить поздно ее. Ну, есть же фотография. Да-да-да. И мы начнем с реальностью. Но это же все открытое. То есть, насколько рассчитан по времени праздник на открытом воздухе? А примерно два часа. Нормально. То есть немного. Вы рассчитали, что мы с вами с вами с вами. Да. Почему школа имени Карбышева? Это моя родная школа. И знаете, что мы на самом деле? Ну да, это моя родная школа. Мы всегда участвовали в каких-то мероприятиях. По мосту водоканалу. Тоже мы в детские сады ходили. В центры ставили разные. То есть, по сути, это проект для родной школы? Такая дань... Ну, нет. Просто я уверена, что именно ученики этой школы будут с удовольствием связаны с этим мероприятием. Они с удовольствием хотят в нем участвовать. А приглашены дети в эту воду со всего района. То есть, могут все участвовать? У нас с новыми вести лет. То есть, подождите, а сценку кто показывает? Сценку старше школьных. То есть, не актеры приглашены, а именно школьники? Да, потому что экономить бюджет, и тем более, участвовать как-то в большинстве жизни. Ребят, тише. Кто подумал о том, что необходимо площадку арендовать? А мы об этом не подумали, потому что...